Это значит, что у нас сегодня, во-первых, встречается команда представителей разных дивизионов. Приверлига – это Екатеринбург, Урал, ну и Родина – представители первого дивизиона. Ну и потом нет никаких ответных матчей, и сегодня определится клуб, который пойдет дальше и который навсегда покинет кубок. Это важная ремарка, потому что у нас в пути РПЛ вылететь, как вы помните, сразу невозможно. В заявке было на одного человека меньше, чем у «Зенита». И казалось, что такие дисциплинарные меры, молодежь у Барселоны тоже с ней работала. А вот какой момент у Урала. Момент, удар в ближний угол. Подарили сейчас футболисты Родиной мяч Алексею Ионову. Он скидывал на Ишкова. Это, кажется, он, да, был? Ишков, Ишков. Это он бил, и первый голевой момент у Урала, первый голевой момент у Ишкова. Действительно, пожалуй, что по набору качеств уступает тем ребятам, о которых мы упоминали. Подача эта Родина атакует. Дальний штанг, удар и гол! И смотрим на дальнего арбитра. Он не поднимает флаг. Это первый же удар поворотом хозяев поля, который заканчивается взятием ворот. И кто это? Александр Юшин! Вот это драма! Еще несколько месяцев назад этот парень был в Урале. Был в команде Виктора Михайловича Гончаренко. Теперь он в Родине. И теперь он забивает ворота Урала. И не было положения вне игры, Тимур. Не было, не было. Отлично видно. Сейчас борьба в центре поля. И снова, кстати, Юшин подхватывает мяч. Клубоков разбегается. Но передача идет на Турищева. А Турищев зачем вышел из ворот Мамин? А зачем Турищев отдавал пяткой на человеку-невидимку? Сам себя Турищев загнал в эту ситуацию. Слишком сильно мяч пробросил. И поэтому изловчиться для удара не сумел. И тала! Удар! Но там все видел прекрасно Ренат Шакеров. Екатеринбург. Ионов поборолся за мяч. Подача. Интересно. Штангу надо замыкать. А там уже свисток арбитра прозвучал. Алексей Сухой. А что же он такое разглядел? А никто не понимает. Болисты Урала. Первые тройки. Ионов на линии штрафной пытался выловить мяч. Итала опять на подхвате. Удары сдали. И очень простой для вратаря оказывается этот мяч. Хотя мы ей даже и не высказываем. Особенно. Подача. Утар поворотом. А здесь почему не дотянулся Эмерсон? Может быть его прихватывали. Накидываются футболисты Урала на арбитра Алексея Сухого. А он показывает отворот. Давай смотри, Саша. Давай. Оффсайда нет. Дальше. Сейчас принимал мяч. Мог реально пойти к чужим воротам. Ионов на правом фланге. Поднял голову. Повернул влево ее. Посмотрел. Опасный момент. Ну куда ж ты, Каштанов? Как будто в ворота кто-то взял и перенес на угловой флаг. Как такой удар мог получиться? Саша, давай разбираться. Мне кажется, там защитник и мяч попал. И не просто Каштанов махнул туда. Тоже очень хотят посмотреть, чем же было продиктовано такое решение. Пока в атаке Урал. Подача. Удар-поворот. Там. И это касание, между прочим. Шакеров перевел мяч на угловой. Юшин. Направо можно отдать, а можно пробить. И бьет в дальний угол. Именно в финальной стадии обороны. 1-0. С таким счетом у нас заканчивается первый тайм этой встречи. Я не думаю, Тимур, что переходит на 4 защитника. Я думаю, что так же Дмитриев будет опускаться реже, чем Малькевич. Выбили вторую команду. Премьерники. Дальний удар и гол. Или нет? Нет. Мимо. 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 Тоже в какой-то момент мне показалось, что мяч в угол влетит. Схему соперника. Во-вторых, просто выдает это Сугатулин опасно. Играет локоть. И мы помним, что уже в туре чемпионата здесь же, на соседнем стадионе, Гордова поплатился за отмашку. И опытнейший Безбородов даже отправил Чебана пересматривать этот момент. Здесь желтая карточка от Сухого. Кому? Сугатулину? За эту отмашку? Или кому-то на эмоции? Как я понимаю Сугатулину? Нет. Вряд ли кто-то за эмоции получил, потому что эмоционировали многие. А карточку получил один человек. Ждем от него сегодня его фирменных финтов. Не от Голмыкова, а от Дмитриева. А это удар. И это было здорово. Ты знаешь, вот то, что никак не сделает Урал. Митреев. Митреев подрабатывает под левую передачу. Хорошая подбор за Яшковым. И с правой ноги пьет поворотом Илья. На подборе Илона продолжается атака. Урал всей своей мощью. Правда, сегодня не слишком достаточной. Навалился на ворота Родины. И кто там пихает ему? Дмитриеву. Угадай с одного раза, Тимур. Иванов? Конечно. Так, подача Урала. Мяч поднимается высоко. Где удар? Не будет ударов. Это подача, да. Когда отборушка была. Вот я тоже на это смотрю. Но как-то там очень мягко. Игрок номер 24 команды Родина наказывается за удар рукой по лицу в штрафной площади 11-метровым ударом. Но, может быть, нам помогут наши судейские эксперты. Но мы поняли, что действительно накладка на лицо. Серьезная помеха. С рукой вратаря все-таки туда мяч вошел. Каштанов сравнивает счет в этой встрече. Родина-Урал 1-1. Константин Геннич в очередной раз оказывается прав. Правило бывших. Оно есть, и оно работает. Выбросил это ближнего. И пошел. Он знаменитый дриблинг Бегича. Подача удар. Именно так. Хороший перевод. Здесь Сишков. Есть свободное пространство перед ним. Он бьет в ближнюю девятку. Хотя. Хотя будет. Будет. И давай. Раз у нас уже не случилось. И Эрик Бихфаловик. Два пенальти по твоей версии. Исполняет Ишков. Это Илья Ишков. И тоже забивает. И к болельщикам идет. Второго удара. И. Очень легко. Продолжаем разговор. И все. Отправляем Урал в следующую стадию Кубка. Они весь матч оставали в счете. Они отыгрались в концовке. И они победили в серии пенальти. Вот этот удар. Продолжение следует. Продолжение следует.